Про криминальный мир ежегодно снимается огромное количество фильмов и сериалов, вызывающих неподдельный интерес у зрителей. Популярность этой тематики вызвана тем, что люди охотно уделяют внимание информации о преступлениях и с большим интересом относятся к фигурам самих преступников. Детективный жанр дает возможность зрителю заглянуть в умы людей, совершивших то, что незаконно. В этом видео мы собрали для вас множество эпизодов с криминальным и детективным подтекстом. Предлагаем вместе приступить к расследованию. Сила, смекалка и знания элементарных законов физики позволили задержанному преступнику сломать наручники и сбежать из комнаты для допроса. Мы не знаем продолжения этой истории, но в большинстве своем они заканчиваются для преступников не очень. Пока кто-то ломает наручники, кто-то из них выскальзывает. Самое забавное, что для этого ей пришлось поискать совет в интернете. Этот злоумышленник решил не напрягаться, а потому вместо того, чтобы придумывать сложный план по изъятию денег из банкомата, он решил просто украсть весь банкомат целиком. Как видите, его гениальный план не сработал, но шума наделал много. Остается лишь позавидовать его пластике. Просто удивительно, как этому мужчине удалось протиснуться в таком узком месте. Наглость некоторых людей не имеет границ. Среди белого дня в окружении десятка камер наблюдения, совершенно не скрывая своего лица. Такое безрассудство и беспечность объяснить сложно. Вряд ли эти грабители предполагали, что стекло, под которым хранятся драгоценности в ювелирных магазинах, настолько крепкое. Украсть одежду и спрятать ее в специальное нижнее белье. Звучит как вполне рабочий план. Однако опытные продавцы не дали ему воплотиться в жизни. Эта девушка тоже не отличилась особой оригинальностью. Она просто засунула бутылку дорогого вина к себе в сумку и думала, что этого никто не заметит. К сожалению, подобные истории случаются достаточно часто. Остается только один вопрос. Что лучше, остаться неудел или запрыгнуть в салон к преступнику? Что может быть хуже, чем использовать ребенка для прикрытия во время преступления? Не устану удивляться, насколько человек может быть бессовестным. Желание оставаться на свободе пробуждает в людях особые, ранее не присущие им способности. Вы только посмотрите, как быстро этот парень уносит ноги. Такое ощущение, что его не догнать даже на машине. Поистине уникальный момент удалось зафиксировать на видеорегистратор. Задержанный спокойно вышел из задней двери полицейской машины и ушел на свободу. Это был бы запоминающийся побег, однако полицейские среагировали вовремя. Думаю, что любой, даже настолько болезненный побег можно считать удачным, если в конечном итоге он увенчается успехом и счастливчика не вернут назад. Вот что значит действовать на опережение. Продавец магазина, который пытались ограбить, одним нажатием кнопки опустил ролет и запер мошенника на месте его же преступления. Теперь осталось лишь дождаться приезда полиции. По-видимому, этот горе-воришка вышел на дело после внушительной дозы алкоголя, и вся спецоперация пошла коту под хвост. Вор осторожно зашел в магазин и, осмотревшись, понял, что он пуст. Не теряя ни секунды, он принялся доставать дорогой горный велосипед. Однако неожиданно в зал выбежал продавец и предотвратил кражу. На этих кадрах запечатлены современные Бонни и Клайд. Правда, в очень банальных образах. Пока женщина отвлекает продавца, ее муж незаметно прячет дорогой алкоголь себе под футболку. Такого агрессивного и бесцеремонного ограбления не ожидали ни продавцы, ни охранники. На что рассчитывали эти молодчики, действуя настолько открыто и дико? Эта девушка знает свое дело. Вот каких продавцов нужно нанимать на работу в ювелирные магазины. Есть такие люди, которые сначала делают, а только потом думают. Этот человек явно из их числа. Окна разбил, в машину сел, а завести не смог. Нужно быть бдительным даже на заднем дворе собственного дома. Никогда не знаешь, когда тебя подстережет опасность. Ограбление закончилось, так и не успев начаться. Всему виной неуклюжесть и слишком габаритный товар. Подсудимые поняли, что остаться на свободе им не удастся. И поэтому решили испытать судьбу и сбежать прямо из зала суда. Удивительно, но у них получилось. Как говорится, удача улыбается смелым. Это на самом деле так. Преступник, дождавшись, пока полицейские выйдут, вылез из фургона и сел на водительское сидение, где увидел ключи в зажигании. Далее, не теряя ни секунды, он тут же нажал на газ и стремительно рванул вперед, выбив при этом гаражный ролет. Чья-то оплошность в виде открытого окна послужила заключенному Дереку жизненно необходимой дорогой на свободу. Сложный, но проверенный временем способ бегства из тюрьмы. Туннель. Подавляющее большинство беглецов смогли это сделать именно благодаря такому способу. Зеркало на всю стену не только визуально увеличивает пространство, но и отпугивает воров. Думаю, это прекрасное решение для любой квартиры или дома. Просто удивительно, насколько габаритные предметы можно спрятать под платьем. Меня очень веселят непродуманные ограбления. Занятно наблюдать за ворами, криминальным планом которых не суждено сбыться по банально элементарным причинам. Когда на хорошую маскировку не хватило смекалки, но лицо скрывать от камер видеонаблюдения все-таки как-то нужно. Вы только представьте лица полицейских, когда те поймут, где прятался преступник. В начале этого видео мы были свидетелями неудачной попытки ограбления банкомата. Но эти злоумышленники оказались умнее и придумали целую многоходовку и все-таки смогли совершить свое преступление. В чем смысл воровства, если в процессе предмет приходит в негодность? И завершим сегодняшнюю подборку одним невероятным случаем, недавно произошедшим в США. Притвориться больным, чтобы сбежать. Такой хитрый ход явно застал всех врасплох. Друзья, спасибо за просмотр! Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное.